Перм с рабочим визитом посетил федеральный министр строительства ЖГХ Ирик Файзулин. Подробности далее. Генпрокуратура России приказала расторгнуть контракт на покупку пермской квартиры за 11 миллионов рублей. В Перми резко выросло количество вакансий в сфере образования. Об этом и многом другом расскажу в ближайший час в пермском эфире РБК в студии Юлия Якушева. Здравствуйте. Перм с рабочим визитом посетил федеральный министр строительства ЖГХ Ирик Файзулин. Вместе с краевыми властями он проверяет строительство объектов, финансирующихся в том числе за федеральный бюджет. Также в повестке вопрос о расселении из аварийного жилья и проекты «Наземное метро» и «Молодая семья». На месте работает наш корреспондент Кристина Чигаева. Кристина, приветствую. Расскажи, как оценил федеральный министр ход строительства объектов, ну и резюмируй итоги встречи. Да, Юля, только что завершилось совещание губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и министра строительства ЖГХ Ирика Файзулина. На нем они обсудили реализацию национальных проектов в Пермском крае. И вот, например, федеральный министр остался доволен теми шагами, которые предпринимают и краевые, и городские власти. Например, он сказал, что у нас очень хорошо располагаются территории домов, и на них можно делать комплексную реализацию проектов. В том числе застраивать их не только социальными объектами, но и жилыми помещениями, в том числе строительными площадками. После совещания губернатор Пермского края сообщил о том, что у нас в Пермском крае очень высокий рост и темп расселения из аварийного жилья. И, например, в следующие годы он будет только увеличиваться. Кстати, об этом тоже сообщил министр строительства ЖГХ. Он сказал, что по России Пермский край является одним из лидеров в этом направлении. Также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что на совещании были достигнуты некоторые договоренности в плане реализации озеленения в Пермском крае. И касается это еще очистных сооружений, которые уже выходят из строя, и их нужно в том числе заменять, так как рекой Камы, например, пользуются несколько территорий в регионе, и очистные сооружения выходят периодически из строя. И их срок эксплуатации также истекает. Что еще стоит отметить, и федеральный министр, и глава Пермского края сегодня провели осмотр нескольких объектов. Например, они проверили уход строительных работ автомобилей на дороге на улице строителей, реконструкцию спланады, городской набережной, возведение жилья в ЖК Гулливер и в микрорайоне Ива. Отдельно в программе был осмотр территории ДКЖ, там идет снос жилья, и на этом месте появятся социальные объекты, и в том числе спортивная арена, которая рассчитана на 10,5 тысяч зрителей. Да, спасибо, Кристина. Держи нас в курсе событий. Я напомню, с нами на связи был наш корреспондент Кристина Чигаева. Пока к другим новостям. В арбитражном суде Краевого управления капитального строительства представила возражение на иск группы компаний «Стройэксперт». Компания потребовала выплатить ей 152 миллиона рублей в случае расторжения контракта на проектирование новой сцены театра оперы и балета. УКС просит также взыскать неустойку, 7 миллионов рублей и штраф. Причиной для расторжения заказчик назвал нарушение сроков и некачественное выполнение работ. Подрядчик заявил встречные требования. Напомню, «Стройэксперт» получил контракт на проектирование нового здания оперного театра в Перми летом 2019 года. По условиям договора, работа должна была быть готова к январю 2020, но в указанный срок документация представлена не была. Цена работ составила 220 миллионов рублей. Представитель подрядчика в судебном заседании не явился. Рассмотрение дела отложено до 5 августа. Ну и добавлю, на недавнем заседании оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми. Вице-премьер краевого правительства Дмитрий Самойлов сообщил, что проектирование оперного театра планируется завершить в декабре этого года. Мы продолжаем обсуждать с представителями различных отраслей последствия новых ограничений краевых властей в связи с рекордными темпами распространения коронавируса в Прикамье. Напомню, ранее краевой оперштаб по борьбе с COVID-19 ограничил количество зрителей в театрах и кинотеатрах до 50% от количества мест в зале. Что об этом думают театралы? На связи со студией Егор Мухин, коммерческий директор театра-театра. Егор, здравствуйте, спасибо, что уделили нам время. Здравствуйте, Юлия. Вот прежде, да, хочется понять, что вроде бы вы оказались наименее уязвимой позиции, несмотря на то, что сейчас не театральный сезон. Почему все-таки на вас в том числе распространили ограничения, по вашему мнению? Сейчас, смотрите, мы только недавно закончили театральный сезон, буквально несколько дней назад, 13 июля, мы сыграли последний спектакль. Первый спектакль мы будем играть 18 августа. Наверное, это общая политика, и она требует... Сейчас, почему у нас распространение? Хороший вопрос, почему у нас распространение? Потому что мы все находимся в досуговой сфере, и качество жизни определяется теми услугами, которыми жители города могут воспользоваться. Театр – это тоже важная часть жизни, точно так же, как и спорт, как и посещение других объектов. И очень важно побудить жителей города как можно быстрее вакцинироваться. Наверное, в этом все дело. Вот вы сказали, что начало сезона уже, собственно, в следующем месте. Может быть, есть в планах о переносе в связи с новыми требованиями? Или это пока не обсуждается? На данный момент это не обсуждается. Мы готовимся к открытию сезона как запланировано. Планируем открыть сезон 18 августа спектаклем «Винил». Да, мы планируем сейчас играть существенно меньше спектаклей, потому что мы не очень понимаем, как будут реагировать зрители, будут ли введены дополнительные требования. Возможно, будет, как в Москве, введено ограничение, что вход будет либо по ПЦР-тестам, либо по QR-кодам. Это, конечно, все сильно настораживает и делает посещение театров несколько проблематичным. Хотя, с другой стороны, если это будет общей нормой, чтобы воспользоваться какими-либо услугами и сервисами, необходимо вакцинироваться, значит, нас постепенно так или иначе всех вакцинируют. Давайте обратимся в 2020. В августе прошлого года, после длительного локдауна, учреждения культуры были вынуждены начинать сезон в таких же условиях. Вот тогда были существенные потери? Были, может быть, работы над ошибками проведены? И сейчас вы их учтете? Вы знаете, тогда у нас были катастрофические потери. Собственно, потому что мы выходили достаточно обширным репертуаром. Старались все равно играть в том же объеме количества спектаклей и предоставлять максимальное количество услуг и возможностей для наших зрителей. Поэтому в этом году мы сокращаем количество спектаклей, в первую очередь. Во-вторых, мы, следуя за трендами, запускаем динамическое ценообразование, чтобы зрители, которые приобрели билеты раньше, получили цены ниже, чем те, которые купили билеты в последний момент, запрыгивая в выходящий вагон. Таким образом, мы надеемся выровнять загрузку по залам, чтобы залы, даже тех, кто в 50%, имели максимальное наполнение и театры не потеряли в доходе. Потому что в том году, конечно, была откровенная паника. И эта паника среди зрителей тяжело навдавалась. Ну вот на фоне рекордных темпов распространения коронавируса пермские власти решили пойти на крайние меры. Как вы отнеслись к обязательной вакцинации? Как она у вас проходит? Потому что культурные учреждения в этом списке, где она должна быть? Собственно, мы начали вакцинироваться, как только появились вакцины. Мы вакцинируемся... Сначала мы начали вакцинировать актеров, теперь мы дальше не стали вакцинировать ЦХ. Собственно, сейчас уже дошло до всех остальных служб. Администрация практически полностью была вакцинирована еще в феврале месяце. А какие-то были, может быть, стимулирующие меры от работодателей? Все достаточно позитивно воспринимают? Понимаете, в том году мы уже закрывались дважды из-за того, что у нас были заболевшие. И все понимают, что если мы не будем вакцинироваться, то мы не будем выходить на сцену. И есть такая проблема, что если актера нет на сцене, зрителя нет в зале, то театр не может состояться. В театре практически невозможно заменить актера под щекочку пальцев. Это не работает. Поэтому это такая коллективная ответственность, назовем это так. Когда вы придете к стоп-процентной вакцинации, может быть, большинству, уже в ближайшее время? Ну, надеемся, что да. Большое спасибо. Большое спасибо за ваше мнение. Я напомню, с нами на связи был Егор Мухин, коммерческий директор театра-театра. Ну, а в следующей части программы расскажем про ситуацию с кадрами в сфере образования, а также про новый тренд. Временные офисы. Не переключайтесь. Качественно ремонтируем обувь, сумки и чемоданы фирменных брендов. Ателье на Леонова 15. Телефон 22, 3 шестерки 22. Внимание! В Астромед акция. Имплантация под ключ. Система Необиотек. Южная Корея. Коронка из диоксида циркония. За 48 тысяч рублей. До 31 июля. Пермская 161. Астромед. Журнал «Аэропорт Перм» – это издание для активных и думающих людей. Экономика, история, культура, традиции Пермского края. Яркие фигуры из мира театра, бизнеса, искусства, кино. Журнал вы найдете в залах аэропорта «Большое Савино», в отелях и ресторанах Перми. Аэропорт Перм. Ворота в Прикамье. Аэропорт Перм. Ворота в Прикамье. Сейчас это стало очень удобно. И можно даже без предварительной записи по паспорту посмелся прийти, вот так вот в торговом центре привиться. И я считаю, что если есть возможность остановить распространение этой болезни, то этой возможностью надо пользоваться. Мне не хотелось бы жить на авось. Авось меня это обойдет. Авось я там, если заболею, то в легкой форме. Мне надоело переживать каждую минуту. Я хочу поставить прививку и быть спокойной. Получи месяц бесплатного размещения в эфире «РБК Пермь». Специально для тех, кто запустил свой стартап, мы организовали проект «Утро бизнеса». Сними ролик на одну минуту. Покажи, как проходит утро твоего бизнеса. Отправь его в личные сообщения группы «РБК Пермь ВКонтакте». Твое видео попадет в эфир программы «Деловое утро». Победи в голосовании в группе «РБК Пермь ВКонтакте» и получи месяц бесплатного размещения в эфире «РБК Пермь». Заявки принимаются до 19 июля. Продолжаем подводить итоги дня. Прикамье вошло в топ регионов России по количеству открытых индивидуальных инвестсчетов. По состоянию на июне жители региона открыли их более 90 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество инвестсчетов выросло на 80%. Об этом сообщает пресс-служба отделения Перми Уральского главного управления Банка России. По статистике, индивидуальным инвестсчетом владеет каждый 28-й житель региона или 3,5% населения. Таким образом, Прикамье входит в топ-10 среди всех регионов России. Среди субъектов Приволжского федерального округа край занимает четвертое место, уступая лишь республикам Башкортостан и Татарстан, а также Самарской области. Краевое надзорное ведомство отменило покупку квартиры. За 11 миллионов рублей в Перми информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Причины такого решения не раскрываются. Ведомство на основании приказа Генпрокурора России расторгло договор застройщиком Пермглавсна по соглашению сторон. Напомню, приобретаемая прокуратурой служебная квартира общей площадью более 100 квадратных метров должна была располагаться в 16-этажном жилом доме, сданном в эксплуатацию не ранее 2020 года. Новостройка должна находиться на расстоянии не более полутора километров от зданий краевой прокуратуры на улице Луначарского. Отмечу, в начале июля прокуратура Пермского края купила другую служебную квартиру за 9 миллионов рублей. Штат акционерного общества «Пермский свинокомплекс» будет сокращен, но не более чем на 20% от численности работников предприятия. Также планируется оптимизировать свинопоголовье предприятия. Сегодня об этом заявил министр сельского хозяйства Пермского края Павел Носков, а также директор Пермского свинокомплекса. Подробности в нашем сюжете. Сейчас на Пермском свинокомплексе складывается сложная финансовая ситуация. Связана она с тем, что предприятие несет затраты на хранение имущества, которое ему не принадлежит. Министр сельского хозяйства заявляет, что Пермский край многократно перевыполнил свои обязательства в отношении содержания поголовья. В 2017 году было решение суда о том, что Пермский край является его хранителем. В решении была зафиксирована сумма субсидий, которые регион предоставляет на хранение. Сумма зафиксирована в объеме 100 миллионов рублей. В 2018 году был назначен конкурс на управляющие. А торги по реализации свинопоголовья состоялись только в 2021 году. К чему это привело для Пермского края? Вместо планируемых 100 миллионов рублей на сегодняшний день из бюджета выделено субсидий на хранение чужого имущества в объеме 660 миллионов рублей. Таким образом, Пермский край обеспечил финансовое хранение поголовья вплоть до даты окончания торговли. Директор свинокомплекса сообщил, что ситуация непростая. Поголовье находится на хранении и предприятие не может им эффективно распоряжаться. С 2018 растет кредиторская задолженность, из-за которой не получается эффективно вести деятельность. Также директор сообщил, что за весь период работы комплекса не было ни одной глобальной модернизации производства. Поэтому оно в нем нуждается. Нам сейчас, пока идут процессы переговоров с потенциальными инвесторами, нужно с вами сохранить ядро стада, чтобы оставить вот именно основную нашу направленность. Для этого, а так как у нас других доходов нет, мы, может быть, будем вынуждены некую провести оптимизацию этого стада, чтобы сохранить это ядро, а потом его снова нарастить. А уже с приходом нового инвестора, без модернизации, эффективность производства не будет. То есть он должен в любом случае будет провести ряд мероприятий, чтобы вывести, скажем, эту деятельность в прибыль. Министр сельского хозяйства отметил, что сейчас Пермский край ведет переговоры о сохранении предприятий в текущем профиле с будущими инвесторами. Вопрос о выкупе стада остается открытым. Предприятие пока не понимает потенциальных условий и предложений по цене. Инвесторов и конкретных компаний, с которыми ведутся переговоры, спикеры называть не стали. Но высказались, что основное пожелание к инвестору – сохранение ядра трудового коллектива. В первую очередь учитывают интересы работников. С понедельника на предприятии будут работать мобильные офисы по трудоустройству. Министр сообщил, что оптимизация не должна превысить 20% от коллектива. Работодатели уже приступили к активному поиску персонала на новый учебный год. К июню в Перми количество вакансий в сфере образования выросло на 53%, а по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на который выпали основные ограничения из-за пандемии, рост составил 324%. Исследования провели специалисты авитоработы. В Перми медианный показатель оплаты труда в образовательной сфере составил 18 тысяч рублей. Это меньше, чем в среднем по России, где медианная зарплата равняется 25 тысячам. Самой популярной вакансией в области образования стали воспитатели детского сада. В Перми доля вакансий этой профессии составляет 28%. В целом в краевой столице сейчас ощущается нехватка работников дошкольного образования. Медианная зарплата воспитателя в городе составила также 18 тысяч рублей. В городах-миллионниках продолжают открываться каворкинги. Эксперты называют соседство классических офисов и гибкого офисного пространства с краткосрочной арендой выигрышным как для собственника, так и арендаторов бизнес-центра. Но действительно ли этот сегмент остается выигрышным? Как на это повлияла удаленка и текущая экономическая ситуация? Мой коллега Рустам Багизов обсудил это с одним из игроков пермского рынка. Татьяна, приветствую вас. Спасибо, что нашли время пообщаться. В итоге, как пандемия и удаленка повлияла на вашу работу? То есть было ли это в плюс в целом сегменту каворкингу или наоборот вы тоже почувствовали какое-то давление? К сожалению, с пандемией нас тоже не обошла пандемия. Мы почувствовали давление, потому что до пандемии заполняемость каворкинга была 50%. То есть люди работали, люди пользовались нашим каворкингом. К сожалению, с началом пандемии всех закрыли. Соответственно, мы были вынуждены тоже закрыться. Когда стали попущения, когда можно стало начинать снова работать, к сожалению, мы очень долго набирали обороты. Потому что пандемия, она сказалась. Люди многие ушли в найм из фриланса, потому что работы не было. И, видимо, люди сменили специфику свою. Также люди просто не готовы были тратить деньги. Часть просто дома начала работать. Да, да, да. То есть, ну вот где-то к Новому году люди оттаяли, можно так сказать. И начали пользоваться услугами каворкинга. Сейчас я вижу, что вы тоже частично какие-то ограничения вводите по мероприятиям. Третья волна тоже на вас давит. Ну, я думаю, что третья волна Рустам давит на всех. Потому что есть ограничения, соответственно, мы должны их исполнять. Да, мы прислушиваемся к ограничениям. То есть, мы ввели ограничения по поводу проведения мероприятий. Мы ввели масочные режимы, так как бы его старались соблюдать. Но сейчас достаточно жестко. Как персонал, так и клиенты должны все быть в масках. А в целом, вот каворкинг как сегмент, он продолжает оставаться востребованным? Ну, до этого говорили, что это такой быстрорастущий сегмент. Сейчас, понятно, там все на паузу встали. Что будет через пару лет? То есть, растет ли этот сегмент, как вам кажется? Лично мое мнение, что сегмент растет. И сегмент набирает обороты. Потому что многим стало комфортно прийти поработать. Это либо разовый приход, либо неделя. Либо снимать в аренду помещение уже на более длительный срок. Но понимать, что ты пришел здесь, здесь для тебя все условия. И ты можешь спокойно здесь работать. То есть, прийти и полностью погрузиться в свою работу. А не задумываться там о каких-то мелочах общего формата. То есть, у вас есть в том числе компании, которые постоянно зашли к вам и предпочли там временный офис? Да, конечно. У нас есть как фрилансеры, которые по полгода с нами уже рука об руку идут в данном направлении. Также есть крупные компании, которые выбрали наш коворкинг, которые здесь постоянно находятся. Для них это офис, для них это дом своего рода второй, рабочий. А просчитывали вы, сколько вообще это компаниям? Какую экономию это приносит? Ну, там, это сотни тысяч рублей, это там даже миллионы, если смотреть машины. У нас не такие большие компании здесь находятся. Но если взять по городу аренду офисов, то офис же это просто офис. Соответственно, к нему нужно все дополнительные сервисы еще дополнительно привлекать, оплачивать. В нашем же случае это все включено, то есть все сервисы мы сами предлагаем. И в то же время у нас ценовая категория, она такая средняя по городу, что позволяет компаниям реально экономить на аренде офисов для организации рабочего процесса для своих сотрудников. Вот если говорить именно вот про вас, как про игрока рынка, вы там достаточно уверенно здесь находитесь, потому что вы в самом центре города. А вот помещение, которое рядом с вами находится в целом, вот коворкинг каким-то образом влияет на само здание, повышает там его привлекательность. Вы как-то отслеживали эту историю? К сожалению, не отслеживали, но, Рустам, это интересный такой момент, нужно, наверное, задуматься и посмотреть. Наше преимущество, в принципе, это центр самого города, очень развитая транспортная развязка, то есть люди могут нас везде найти. Ну и, соответственно, полный спектр услуг для организации рабочего процесса. Также у нас проходят конференции, семинары, обучение, тренинги, и люди успешно пользуются нашими. Но это такая классическая модель для коворкинга, да? То есть они все по этому пути идут? Ну, на данный момент, да, наверное. Коворкинг – это такая классическая модель сейчас. Возможно, в будущем мы и будем что-то развивать в направлениях каких-то других, то есть которые будут близки к коворкингу и будут востребованы. Ну, мы видим, потому что там в центре мой бизнес, да, открылся совсем небольшой коворкинг, банки открывают у себя какие-то несколько рабочих помещений. То есть это, в принципе, тренд такой есть. Да, потому что сейчас реально люди, если человек работает на фрилансе, он либо работает дома, но со временем ему это надоедает. Я по личному опыту знаю. И хочется выйти, хочется общения. Ты приходишь в коворкинг, помимо того, что это рабочее пространство, это общение, новые знакомства, какие-то там, можно вплоть до партнеров найти здесь, инвесторов. То есть люди, людей обобщают, ну, вместе, как бы, данное пространство, оно людей объединяет, и оно позволяет людям смотреть шире того, чем они раньше смотрели. Я, насколько понимаю, в регионах начали даже на такие помещения смотреть, в такой связке B2G государство начало работать, организовать некие такие бизнес-инкубаторы на базе помещений. Вы рассматриваете какие-то такие варианты? Может быть, даже с кем-то переговоры ведете? Мы рассматриваем такие варианты, но пока переговоров не вели, то есть мы пытаемся максимально развивать коворкинг, его улучшать, чтобы люди к нам шли. И когда здесь уже будет прямо бизнес-тусовка организована, к которой мы стремимся и которую мы развиваем, то уже будет движение дальше, как такой формат, когда бизнес-инкубатор и все, что с этим связано. В Перми это идет активная эта история? Или мы пока там, ну, понятно, отстаем от Москвы и Питера, очевидно? Ну, очевидно, правильно сказали Рустам, что от Москвы и Питера мы отстаем, к сожалению, отстаем от Екатеринбурга, но набирает обороты. В любом случае люди интересуются, людям интересно. Сейчас такое затишье в связи с летним периодом, ну, потому что отпуска, люди уезжают, но я полностью уверена, что с сентября месяца, то есть это еще больше будет востребованность, потому что, ну, это удобно, это комфортно и это центр города. У вас пока не грозят какие-то новые ограничения? Ну, потому что бизнес начинает переживать. Например, там, сегодня недавно беседовали со спортклубами, они говорили, что там введение прохода по QR-коду может вообще там полностью отрасль любить, например. К сожалению, мы не можем это отследить, то есть у нас все меняется со скоростью света. На прошлой неделе были одни ограничения, на этой неделе уже другие. В любом случае мы, как любая организация, прислушиваемся к всем ограничениям, но что будет дальше, тут уже сложно загадывать. А вообще коворкинг какую долю может на рынке занять? Есть там у вас примерно понимание, может быть, с кем-то из других игроков рынка говорить? Потому что сейчас, если там взять весь офисный сегмент, ну, коворкинги – это там доли процента, наверное, какие-то. Можно ли довести эту долю до 10%? По крайней мере, вот такая оценка есть по западному рынку, что каждое 10 офисное помещение – это коворкинг. Мне кажется, возможно, но в любом случае с какими-то такими нюансами. Потому что у нас, хотя город и миллионник, то есть город развивается, но город более промышленный. И есть вот такие какие-то моменты, которые в любом случае тормозят. Со временем, наверное, мы сможем, как бы, да, вот это направление коворкинга, там, занять свою нишу, вот эту в процентном соотношении. Но большим городам это намного проще. Промышленный след все-таки в этом плане мешает вашему сегменту. Конечно. Вообще, если рассматривать вот коворкинг как сегмент, понятно, мы с вами поговорили о том, что классическая история, конференц-залы, там, вот какие-то небольшие помещения, как вот сейчас мы с вами находимся, временные рабочие места. Что может новое появиться? Рассматриваете ли вы какие-то варианты, что может в коворкинге, там, еще дополнительно появиться из инструментов таких, как заинтересовать бизнес? Ну, наверное, у нас такой основные все заняты, да, то есть это рабочие места, это конференц-зал. В какой-то момент у нас была такая идея ввести комнату, ну, как бы реальности, вот этой такой, виртуальной реальности, да. Потому что очень много программистов приходит, очень много вот геймеров, то есть такие, они же все равно люди такие творческие. Если возможно организовать такое пространство, оно тоже будет в этом плане очень востребовано. Но пока это все в таких, как бы, зародышах своего рода, то есть мы думаем, что-то продумываем, но пока нацелены на основные такие моменты, как конференц-зал, переговорные комнаты. Ну, что это востребовано. Да, да. А вот различные коллаборации, B2B, там, открыть какое-то здесь небольшое кафе, там, игровую комнату с настолками, там, еще, может быть, какие-то возможности. То есть, так сказать, сдавать в аренду, может быть, бесплатной основе другому бизнесу. Ну, мы рассматриваем, да, такие варианты, то есть там игровые, вот эти настольные игры интересуются, то есть есть у нас предпосылки к тому, чтобы вместе в какой-то коллаборации работать. То есть мы пространство, люди проводят игры, привлекают. Это же наша целевая аудитория, соответственно, они к нам приходят, они о нас узнают, и они к нам обратно возвращаются. Что касается, там, кафе какой-то коллаборации, у нас был опыт, но, к сожалению, он не пошел. У нас нету такого пространства большого, где бы можно было организовать кафе. Мы в любом случае ограничены в помещениях, то есть мы заняли основные помещения под те направления, которые у нас востребованы. У нас есть оборудованная кухня, но какое-то кафе здесь открывать, к сожалению, не совсем это рентабельно. Ну, вот здесь, а в целом, то есть сегмент может такие коллаборации? Да, конечно, это очень удобно. Если большая площадь, у нас достаточно большая площадь у каворкинга. Если бы у нас было такое пространство, где могли бы коллаборацию сделать, это было бы очень интересно. Но вот у нас просто площадь не позволяет немножко. А так, почему бы нет, люди пришли, поработали, кафе, посидели, переговоры, пообщались, бизнес-ланч устроить. Это бы очень интересно. Татьяна, последний вопрос. Я ни в коем случае не хочу какие-то коммерческие цифры у вас спрашивать по рентабельности и так далее. Но если кто-то из предпринимателей хочет инвестировать, заходить в эту сферу, насколько сейчас это перспективно, насколько сейчас это рентабельно? То есть можно ли сейчас в Перми открывать каворкинг, если у кого-то есть несколько свободных миллионов рублей? Будете ли вы советовать или отговаривать? Мое личное мнение, наверное, я бы не стала открывать новые каворкинги. Пока нет большого такого прям спроса. Большого спроса нет. То есть у нас присутствует в городе ряд каворкингов, которые работают, которые функционируют. Но лично мое мнение, я бы не стала. Пока они не заполнились. Да, да. То есть в любом случае спрос раздает предложение. Но спрос он в любом случае не такой большой, который бы рождал предложение и открытие новых каворкингов в городе. Спасибо. Спасибо за вашу честность. Спасибо, Татьяна, за беседу. Спасибо, Рустам. В следующей части программы обсудим с представителем лесопожарного центра, как шла борьба с крупнейшим возгоранием в Краснокамском городском округе. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Краснокамске продолжают ликвидировать крупный лесной пожар. В тушении принимают участие уже 125 человек и 26 единиц техники. Однако полностью ликвидировать возгорание не получается. Дело осложняет труднодоступная болотистая местность и сильный ветер. С 13 июля распоряжением Краснокамского городского округа ситуация признана чрезвычайной. С 15 июля введен режим ограничения пребывания граждан в лесах. Как идет борьба с возгоранием узнаем у начальника Пермского лесопожарного центра Натальи Пелевиной. Наталья, здравствуйте. Спасибо, что уделили нам время. Добрый день. Вот, конечно же, интересует, что сейчас происходит в Краснокамском городском округе. Увеличены ли силы на тушение, есть ли угроза населению, площадь активного горения на данный момент. Да, этот пожар действует уже шестые сутки. Проводятся работы по его тушению. Пожар перешел в категорию крупных. Первый день. Связано это было с очень быстрым распространением по болоту. В последующем пожар зашел в прилегающие к каналам лесные насаждения березы, которые закламлены выволом после пожара 2014 года. Соответственно, эта береза просыхает, подогревается на тлеющей подстилке и происходит новое возгорание. В настоящее время основная протяженность кромки локализована. Остается кромка, действующая на протяжении 500 метров и площадь активного горения порядка 6 гектаров. Эта ситуация на сейчас. Ежедневно работает группировка от 80 до 150 человек, которые основные силы составляют профессиональные лесные пожарные, которые прибыли из Перми, Сивы, Кишерки, Березняков и Гайна. Также работают арендаторы лесных участков из Краснокамска и Нытвы. Дополнительно приданы силы пожарных частей 11, 19, 84 Главного управления МЧС России по Пермскому краю, а также свободное дежурство резервной группировкой от 20 до 40 человек. И, конечно, на обеспечение деятельности всех этих служб работает управление гражданской защиты города Краснокамска. Необходимо отметить, что работает слаженно, своевременно, обеспечивает дополнительную прокладку дополнительных рукавов, подвоз воды и питание работников на пожаре. Ситуация находится под постоянным контролем главы района, министра природных ресурсов Дмитрия Белановича и руководителя службы МЧС. Вот сейчас площадь, пройденная огнем, можно примерно предположить, сколько уже выжжено? На сегодняшний момент 173 гектара и еще один очаг, возникший за этот же период рядом с озером в районе села Шибуничи, еще 2,5 гектара, который тоже на сегодняшний день локализован. Населению есть угрозы? Населению угрозы нет. Был период позавчера, когда кромка пожара подходила к СНТ, хоть там и есть преграда, речка Черная, но тем не менее опасность такая возникала. Вчера и позавчера отработаны эти кромки и опасности нет. Ну, конечно, всех напрягает дым, смог от этого пожара, поэтому здесь немножко надо потерпеть до момента ликвидации. Вот как пожарно-опасный сезон в Прикамье условно начался в мае, мы с вами это уже обсуждали. Вот на данный момент, какова статистика, сколько уже лесных пожаров и, как я понимаю, сейчас самый крупный за весь сезон происходит? Да, сезон очень сложный. Он начался рано и он нисколько не ослабевает в связи с погодными условиями. Сухая погода, отсутствие осадков, грозовые фронты. На сегодняшний день зафиксировано 115 лесных пожаров, площадь пройденная огнем 921 гектар. Если сравнивать с предыдущим 2020 годом, то увеличение площади и количества пожаров в 14 раз. Так же и от 2019 года. Мы видим, что отклонка очень напряженная. Ежедневно возникает от 2 до 5 новых пожаров. Часть из них удается ликвидировать в первые сутки. Но есть участки по берегам рек, каменистые, росы, пескалы, закумленные участки, болотистые участки. Там, конечно, пожары ликвидируются двое, трое и более суток. Причины возгорания зачастую человеческий фактор. Чем пожары отличаются в этом году от предыдущих, раз такое большое количество? Только ли в погоде дело? Основной, конечно, критерий – это погода. Более ранние условия для грозовых пожаров. То есть по северу это большой процент, и они начались уже практически в мае. Хотя мы обычно отмечаем начало таких вот из-за погодных факторов пожара где-то конец июня, начало июля. Ну а в этом году чем еще отличается сезон? Очень большой урожай ягод. Сейчас вот эти все торфяные пожары совпали с периодом созревания черники. Очень много людей, ну значительно больше людей сейчас в лесу, и поэтому возникают вот такие источники открытого огня. Ну, возможно, окурки, возможно, костры, возможно, еще какие-то причины, которые приводят именно к пожару. Пожар сейчас распространяется очень быстро. Последний вопрос про экономический ущерб, нанесенный пожарами. Как он высчитывается? Как скоро можно предположить, сколько уже нанесен ущерб в суммах? Ну, ущерб рассчитывается лесничествами и Министерством природных ресурсов. Могу только предположить, что если в 14 раз больше площадь пожара, соответственно, такой же пропорции увеличивается и ущерб. Но тут и все хотелось бы сказать, что федеральным агентством лесного хозяйства предприняты меры по дополнительному финансированию. В Пермский край поступили 10,5 миллионов рублей на дополнительное авиационное патрулирование. И это значительно важная финансовая поддержка федерального агентства для стабилизации ситуации по борьбе с природными пожарами. Мы теперь имеем возможность не экономить на авиационном патрулировании, соблюдать кратность. А это, соответственно, обнаружение пожаров на более малых площадях и, следственно, сокращение ущерба и сокращение расходов именно на тушение пожаров. Поэтому тот шаг, который приняло Федеральное агентство лесного хозяйства, очень важен для нас. Большое спасибо за ваши ответы. Я напомню, с нами на связи был начальник Пермского лесопожарного центра Наталья Пелевина. Сразу после программы «Итоги» в эфире РБК «Перм». Смотрите программу «Открытый вопрос». Мой коллега Роман Лабурец и гости студии обсудят тему строительства кладбища Восточной в Перми. Поговорят о том, почему жители ближайших населенных пунктов против такого соседства. Далее реклама. Не переключайтесь. Продолжение следует... Ну на этом пока все. Но не переключайтесь далее. Смотрите премьерный выпуск программы «Открытый вопрос». В эфире РБК «Перм». Говорим о теме строительства нового кладбища Восточная в Перми. Канал BBC как-то опубликовал любопытную статистику, в которой говорится о том, что за последние 50 тысяч лет на Земле жили и умерли примерно 101 миллиард человек. Если брать в расчет, что ежегодно отмечается рост населения в больших городах и увеличение количества смертей, то мы очень скоро придем к проблеме дефицита земли под захоронение. На этот счет в Пермском крае уже прозвучали первые звоночки. В мае закрылось самое крупное пермское кладбище – Северное. А сейчас оно работает только в режиме под захоронения. Это когда в существующую могилу хоронят родственников, например. Сейчас городские власти планируют открытие нового кладбища Восточного. Только вот с расположением нового места захоронения согласны далеко не все, в особенности те, кто живет рядом. Меня зовут Роман Лабурец. В вечернем эфире РБК «Перм» программа «Открытый вопрос». Сегодня с моими гостями в студии вслух говорим о том, почему мнения насчет строительства Восточного кладбища разделились и вероятен ли компромисс. С нами в студии Вячеслав Филипения. Вячеслав Филипения – житель деревни Мартьянова, организатор сбора подписей и петиций против строительства кладбища. Уверен, что власти нарушают закон, организовывая место захоронения вблизи частного сектора. А также в гостях Ренат Гесматулин. Ренат Гесматулин, заместитель председателя Совета ТОС и местных сообществ Пермского края, житель микрорайона Новобродовский, считает, что строительство кладбища Восточное – процесс неизбежный. Новое кладбище Восточное откроется в Перми в следующем году. Территориально – это Мотовилихинский район, Сылвинский тракт-15. Почему выбор этого места так встревожил пермяков? Вячеслав, я знаю, что вы уже больше тысячи подписей собирали людей, которые против. Да, на данный момент более тысячи подписей было собрано под петицией против Восточного кладбища. Мы пытаемся решить все вопросы в досудебном порядке. То есть не хотелось бы нам выходить в суд с данным вопросом. Значит, сейчас пишутся запросы в различные инстанции по данному объекту и по законности его организации на этой территории. Значит, точно так же мы продолжаем собирать подписи. Мы пытаемся организовать рабочую группу, выйти на контакт с администрацией города, с администрацией края, для того, чтобы вступить в диалог по строительству этого кладбища. Вы подписались? Я полностью солидарен и согласен, так как являюсь жителем микрорайона Новобородовский уже порядка 9 лет. Более того, могу сразу сказать, что мы сразу вышли в диалог с инициативной группой. Ну, это практически все жители и соседи, с которыми я разделяю полностью мнение. И, соответственно, мы встречались уже два раза с представителями из заинтересованных микрорайонов. Это Большая Мось, Мартьянова, Голый Мыс, Новобородовский, Южный. И, то есть, приходили к знаменателю, что нужно создать рабочую группу с конструктивными предложениями, которая будет допущена к некому такому общественному, так сказать, контролю за САНПИН-нормами, за почвой, исследованием почвы воды. Для того, чтобы была прозрачность во всем этом процессе, люди не осведомлены должным образом. И, на самом деле, основной негатив исходит именно от этого. Мы говорили о том, что встречи такие, в том числе, необходимы, потому что люди сами до конца не понимают, что они хотят правильно. Потому что в сети все считают по-разному. Хочу сквер, хочу спортивную зону отдыха и тому подобное. Ну, можно, да, отвечу. На самом деле, я бы здесь разделил мнение людей, общаясь с людьми, общаясь с инициативной группой, общаясь с жителями, я бы разделил, наверное, три таких основных аспекта, которые волнуют людей. Первый аспект, и, наверное, самый основной, и это большинство людей, это безопасность. Безопасность в плане именно здоровья и угрозы жизни и здоровью этих жителей, которые проживают на близлежащих районах. Поясню, в чем это выражается. Дело в том, что планируемое кладбище Восточных находится на горе. Сами кварталы с захоронениями, которые уже спланированы, где есть асфальтированные дорожки, они находятся на склоне этой горы. Этот склон идет в сторону населенных пунктов Голой мыс и Мартьянова. Причем с постоянным уклоном. Перепад очень приличный, то есть там порядка 60 метров разница высот. То есть, ну, вы представляете, да, это достаточно большой уклон. Значит, у всех в микрорайоне Голой мыс и в деревне Мартьянова присутствуют личные скважины, либо поверхностные сносчики водоснабжения. Централизованного водоснабжения в данных микрорайонах нет. И технически его там организовать невозможно, как ответила нам и администрация, и Новогор-Прикамья. Значит, соответственно, люди просто добывают воду для своих нужд, для хозяйственно-бытовых, для питьевых и скважин. Понятно, что есть опасения того, что талые воды и дождевые воды просто-напросто будут стекать по этому склону вниз и попадать в скважины людей. Понятно, что кладбище – это не просто объект, это объект повышенной опасности, он имеет второй класс. И поэтому здесь опасения людей достаточно обоснованные. Мало того, это опасение подтверждается и на законодательном уровне. Те же санитарные нормы и правила не разрешают размещать подобные объекты, в виде типа кладбища, с уклоном в сторону населенных пунктов. То есть там все дело не в уклоне, просто многие говорят, что там цифра разная – от 10 километров до 1 километра расстояние от будущего места захоронений. И люди боятся именно близости к кладбищу. А там дело в уклоне. Нет, совершенно нет. Вопрос-то именно не в этом. Вопрос именно, первый вопрос – это в уклоне. Потому что этот уклон есть и он постоянный. Значит, нет никаких возвышенностей и равнин на этом участке. Расстояние до ближайших домов – это меньше километра. Ну, я скажу так, что до моего дома полтора километра. 1500 метров. Уровень, скажем так, уровень грунтовых вод достаточно высокий. То есть, допустим, весной вода может подниматься до метра. Потому что почва суглинки – это гидроизолирующая почва. То есть она не дает уходить в воде глубоко в почву. И, соответственно, вся поверхностная вода находится там, где она и есть. И именно вот это и вызывает опасения людей. Как осаживаются скважины, наверное, не надо рассказывать. То есть это просто оставляется труба в землю. Соответственно, по стуну скважины, вода может попадать в водоносные слои. И дальше мы получаем то, что получаем. Хотелось бы, наверное, еще добавить, что это не единственное опасение. Они также связаны с транспортной доступностью. Это вот зауженные улицы нашего микрорайона Южный. Основной трафик автомобильный будет проходить именно через эту дорогу. И люди опасаются того пробочного движения, которое будет наступать сразу же. Ну, как на Северном кладбище. Ну, да. Все мы знаем, что творится на Северном и на Южном. Там в Радоницу и так далее. И, собственно говоря, люди понимают, что это будет коллапс. Это будет коллапс. То есть эти вопросы надо, естественно, решать. И мы готовы подключиться и с Алексеем Юрьевичем Раевым. И, я думаю, вполне возможно, в последующем можно и организовать какой-то круглый стол с главой города. И эти моменты обсуждать. Потому что обеспокоенность людей, она имеет значимость однозначно. То есть вы не против строительства кладбища в целом, но какое-то компромиссное решение. Здесь, знаете, на самом деле очень серьезный вопрос. Я так однозначно не могу сказать. Насколько я знаю, еще с 2006 года речь шла о строительстве крематория. И все. Только люди знали только... Да, да, именно так. Давайте немного прервемся. Дело в том, что на днях была прямая линия с главой города Алексеем Демкиным. Давайте послушаем, что он сказал и обсудим дальше. Я надеюсь, все понимают, что городу, особенно миллионнику, необходимо иметь новое общегородское кладбище. На данный момент ресурсы существующих кладбищ заканчиваются. Наглядается дефицит мест захоронения. Строительство кладбища Восточное по адресу Сыловинский тракт 15 началось еще в 2006 году. Его месторасположение определено генеральным планом города. При выборе участка учитывалось соответствие требованиям законодательства, в числе правилами норм. Сейчас будет проводиться обследование почвы и воды, инженерное изыскание. Прочняется размер санитарно-защитной зоны. При этом при строительстве кладбища будет в полном объеме сохранена территория ООПТ, городовские лесные культуры, которая также будет служить защитой для жилых массивов. Я лично выезжал на кладбище Восточное, будущее кладбище Восточное, и осмотрел эту территорию. На первый взгляд у меня не вызывает опасений текущая ситуация. Но окончательное решение, конечно, мы будем принимать только по окончании тщательных исследований. Мы возвращаемся в студию в эфире РБК Перм. Программа «Открытый вопрос». Говорим о строительстве нового кладбища. В Перми сегодня в гостях Вячеслав Филиппени и Ренат Гесматуллин. Строительство кладбища началось еще в 2006 году. Цитаты главы города Ингенплан ссылаются. То есть о планах на территорию жители знают уже давно. Так? Да. До начала этого года вся информация, которая была у жителей, из средств новостной информации и из других источников, это то, что на данном месте планировалась организация крематория с колумбарем. То есть про кладбище никто не говорил? Про кладбище не было разговора. Про кладбище, да, информации не было. И, соответственно, скажем так, в начале этого года это и вызвало тот резонанс, эту волну возмущений со стороны жителей. Именно организация кладбища с традиционными захоронениями в землю. И этот вопрос и вызывает основное опасение у жителей. Алексей Демкин также сказал про санитарно-защитную зону. И известно, что это будет какая-то просто лесополоса или как-то по-другому устроено? Есть определенные нормы, которые надо выдержать. И, соответственно, я еще раз хотел бы поставить акцент, дабы сейчас на самом деле ведь подрядчик уже выбран, правильно? То есть подрядчик есть, и чтобы все эти изыскания проходили, дабы не испытать очередного какого-то негатива и резонанса с жителями, чтобы это было открыто именно при общественном контроле представителей этих территорий обеспокоенных. Вот чтобы была, я еще раз обращу внимание, за прозрачность решений и проводимых исследований. Ну, я дополню, был вопрос про санитарно-защитную зону. На самом деле санитарно-защитная зона – это всего лишь земли с ограниченным использованием. Проблема-то в грунтовых водах? Проблема в том, что вместе с тем уклоном, который там присутствует, санитарно-защитная зона может не обеспечить необходимой защиты людей. Потому что вода просто будет ее проходить по склону и попадать опять же в населенные пункты. Она не будет успевать впитывать ту воду и фильтровать, которую… Этот склон, на самом деле, одной из основных причин есть некого негатива, потому что неестественно. Ну, потому что, да. Потому что, во-первых, этот склон реально даст возможность воде попадать в населенные пункты. А второе, все-таки этот склон, опять же, обговорен у нас санитарными нормами и правилами. Ну, вот господин Демкин говорит о том, что все санитарные нормы и правила были учитаны. Но в то же время мы открываем санитарные нормы и правила и читаем, что уклон в сторону от населенных пунктов. А здесь уклон в сторону населенных пунктов. Я считаю, ну, мое личное мнение, либо до конца они досмотрели, либо просто закрыли глаза на этот пункт. Ну, давайте сделаем акцент на то, что еще не проведены эти исследования. Они будут проводиться по поводу этих исследований, на основании этих исследований будут выноситься какие-то решения. Вот как раз Алексей Демкин сказал в конце, что пока что ведутся исследования. И пока тщательное решение будет принято только после этого. Вопрос о нормах расположения таких объектов вблизи жилой застройки мы задали специалисту из Роспотребнадзора. Давайте послушаем мнение, а после обсудим. От план еще устанавливается санитарно-защитная зона. Она устанавливается в зависимости от того, какая площадь занята кладбищем. То есть есть там ПИН-санитарно-защитная зона, он действует в течение этого года еще. Значит, и там в зависимости от площади есть расстояние от 500 метров, это наибольше, и до 50 метров, это наименьше. То есть в зависимости от план. То есть все поделено. И как раз установлением санитарно-защитной зоны занимается Роспотребнадзор. И для кладбища это еще немножко другой вопрос, потому что там устанавливается еще по биологическому факту воздействия. Воздействие, причем не только на атмосферный воздух, но еще и на загрязнение почвы, подземных вод, поверхностных подзвездов есть. То есть это все должно быть в проекте санитарно-защитной зоны. Но дело в том, что это проектируемый объект, там будет проведена оценка существующего загрязнения и планируемое загрязнение, какое будет. С учетом потока подземных вод, гидрогеологических изысканий, это все будет состоять в проекте. Я хочу про скважины сказать. Дело в том, что скважины, которые набурены у людей, они не относятся к питьевому водоснабжению, потому что никто из них не имеет в зоне санитарной охраны, не имеет претензию на добычу подземных вод для питьевых целей. Мы услышали ответ Роспотребнадзора на тему санитарно-защитной зоны. Как оказывается, грунтовые воды и то, что течет со склонов, тоже входят в санитарно-защитную зону. Что скажете по поводу того, что скважины пить нельзя и получается все нормально? Со слов представителя Роспотребнадзора, да, все получается здорово, но вот даже представитель Роспотребнадзора сослался на федеральный закон номер 8 ФЗ, который устанавливает нормы при строительстве кладбища. В данном законе, статье 16, четко идет ссылка на то, что строительство нового объекта в виде кладбища должно проводиться в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами. Об этом представитель Роспотребнадзора тоже нам озвучил. Санитарные нормы и правила, которые приняты в этом году, в 2021 году, с начала года 1 числа, 28 января, точнее сказать, 2021 года, главный санитарный врач Российской Федерации подписал эти санитарные нормы и правила. Говорится, могу процитировать, участок в отводимые под кладбище должен соответствовать следующим требованиям. иметь уклон в сторону, противоположную от населенных пунктов, открытых водоемов, потоков грунтовых вод, используемых населением для питьевых и хозяйственных бытовых целей. То есть, опять же, ссылаясь на слова представителей Роспотребнадзора, который сослался на федеральный закон и на санитарные нормы и правила, мы видим прямые нарушения при строительстве данного объекта. То есть, идет открытое нарушение? На мой взгляд, да, идет открытое нарушение действующего законодательства при организации данного объекта. Это одна из причин беспокоенности. На самом деле, их там целый комплекс. Они наверняка могут появиться при наличии кладбища и всего остального. А дабы это избежать, на самом деле, ну, надо, наверное, максимальное участие все-таки принимать самим жителям тоже. Почему-то власти не занимались этим вопросом длительное время и сейчас в аварийном режиме пытаются этот вопрос решить. Решить за счет единственного места – это вот кладбище Восточное, которое, как они говорят, есть в генплане. Дело в том, что в генеральном плане, помимо кладбища Восточного, запланировано еще три места под захоронение. Есть место, это в генплане, есть место, это Новопермская ТЭЦ. Место, на мой взгляд, прекрасное, потому что там нет населенных пунктов рядом, там нет уклонов в сторону населенных пунктов, нет источников открытых по водоснабжению. И есть место, это кладбище Лесное, это в сторону Лидов, значит, точно так же, но есть в генплане. И точно так же нет там никаких населенных пунктов в близлежащих расположениях. Выбор есть. Да, и поэтому я вижу тут альтернативу какую? Крематорий, да, он может быть на кладбище Восточном. Колумбарий или захоронение в урнах, да, оно может быть на кладбище Восточном. Тем более, что это вблизи города. А для традиционных захоронений нужно искать другое место и выделять другое место, которое не будет настолько опасным для жителей, проживающих рядом, и не будет нарушать нормы, санитарных норм и правил. Будем надеяться, что сегодня мы охватили всю проблематику строительства кладбища Восточное в Перми. Пишите свое мнение в комментариях. Большое спасибо нашим гостям за интересную беседу. В эфире была программа «Открытый вопрос». Я ее ведущий Роман Лабурец. Увидимся в следующую пятницу. Нам будет о чем поговорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова